Микс Ньюс. Элита, кроме меня у нас в студии сегодня первый раз в этом году. И вот в прошлом году мы тоже встречались еще в ноябре. Поэтому мы счастливо, наверное, миновали тот период, когда мы подводили итоги. Но все-таки коротко хотелось бы вас спросить, как вам прошлый год в плане вашей деятельности, чтобы долго на этом не останавливаться, потому что у нас впереди еще разговоры о новой стратегии госконтроля, которая на 2018-2021 годы запланирована. Наверное, в будущее смотреть всегда интереснее. Но вот окидывая взглядом вот этот год ушедший, что вы можете про него сказать, такого самого, может быть, главного? Насчет ревизии я бы хотела сказать, что мы провели такие объемные системные ревизии, которые касаются таких очень важных сфер, как и благосостояние, как и образование и так далее. И мы добились, я думаю, определенных успехов в добивании ответственности. Это еще не то, что мы хотим. Прозрачности или уже какие-то наказания? Да, один пример только скажу насчет работы Рига с Бривостом, свободного порта. Наверное, вы знаете, что это еще не окончательный суд, но это в первый раз, по-моему, вообще Латвии, что суд, ну, в второй инстанции приговорил уже от своих частных средств, да, возметить, и там, по-моему, почти миллион, да. Так что очень много таких, ну, важных, важных дел в этой сфере сделано. И то, что еще мы сделали, мы выработали свою новую стратегию, как мы будем работать на дальнейшие... Вот как раз это 18-21 годы, да? Давайте о ней поговорим, может быть, один из главных моментов этой стратегии, я так понимаю, что вы намерены добиваться, чтобы в 80% случаев, после того, как были выявлены вами нарушения, виновные были бы наказаны. Это вот сделано по требованию общественности, потому что обычно всегда общественность, критикуя работу госконтроля, обращала внимание на то, что вы делаете, делаете замечания, вроде бы выносите какие-то вердикты, а в то же время никто не наказан. Но там немножко надо пояснить. Мы аудит на учреждение, и главный результат нашей работы – это рекомендации, чтобы уже сделать такие системы, каждая институция, чтобы такие нарушения не могли проходить. Чтобы было сложно их осуществить. Да, но у вас все равно требовали все время каких-то посадок. Да, 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 да. И, как я уже сказала, главная рекомендация, но все равно я согласна с тем, что государственный контроль должен давать рекомендации, он должен помогать тем, которые хотят добросовестно работать. И это тоже в нашей стратегии, что мы будем делать очень большую работу, чтобы обучать тех работников и самоуправления, и государственных учреждений, которые, может быть, не знают, как правильно работать. И мы там предусмотрели очень много таких работ. Но для тех, которые, ну, не хотят работать, ну, благо общества, как они должны работать, ну, там уже я полностью согласна, мы должны требовать ответственности. И почему мы написали такую, ну, уже нашу цель? По закону государственный контроль Латвии, так же, как и почти государственный контроль Евросоюза, только должен отослать эту информацию правовые органы. И все. Мы бы могли забыть на этом. И даже потом не следить, как правовые органы. Ну, забыть. Да, да, мы информировали. Это уже ихняя работа – рассмотреть оперативными методами, которые у них полномочий побольше. Уже, ну, изнимать документы, прослушивать разговоры. У нас таких нет. Так, может быть, их надо проверить сначала? Это тоже государственные учреждения? Мы их проверяем тоже. Но то, что мы делаем, и почему нам это кажется важным, мы все знаем, что в нашем государстве эти экономические, но такие нарушения рассматриваются очень-очень трудно. Объясняется нехватным кадром уже не такой квалификации по экономике, финансам. И мы решили, что да, это как будто не наша функция, это мы не должны делать. Но, по нашему взгляду, ну, надо, чтобы те, которые уже так злобственно употребляют своими полномочиями, получили справедливую кару. Мы создали определенный уже свой отдел, который этим, ну, занимается. И мы действительно хотим, чтобы, ну, те виновные, они были, ну, только, ну, привлечены к ответственности. И почему это надо? Потому что, если тоже народ видит, что вот те люди, которые, ну, действительно, ну, сознательны, нарушают закон. Систематически, да? И все, да. И они остановятся без наказаний. Ну, это же сигнал, ну, давайте остановим. А что это за отдел? Это нужно же, чтобы, это же другие условия, или это... Получается, что... Сейм должен принять какие-то новые изменения. Изменения, да. В вашей работе нет? Нет, нет, нет. Мы можем... Расширить полномочия ваши? Мы независимые аудитные учреждения, и мы можем создать такой отдельный отдел, который работает у нас теперь и бывшие прокуроры, которые уже после нашей ревизии эти факты, которые мы отсылаем правовым органам, они уже, ну, как на ихнем языке, мы уже оформляем. Мы очень тесно работаем с прокуратурой, полицией, говорим, если что-то надо от наших аудиторов, мы поможем, мы посмотрим, мы все время или обжалываем, если решение отказать, вот, возбуждение дела и так далее. И это, как я уже сказала вначале, она постепенно приводит к результату. И это, ну, это, по-моему, хорошо. Почему у вас такая текучесть кадров? Почему у вас стоит объявление о том, что вы набираете аудиторов, и сколько там, чуть ли не 5, или от 5 до 10 процентов, да, у вас? У нас текущая кадра, ну, я считаю, довольно большая, но позитивная тенденция, она с каждым годом снижается, потому что, когда был кризис, она была вообще 25 процентов, почти каждый четвертый, ну, уходил от государственного контроля. Теперь он снизился до 9 процентов. Почему он большой? Ну, скажем так, работа нелегкая. Я не хочу сказать, что работа бухгалтера, ну, предприятие, она там легкая и так далее. Но посмотрим, что должен сделать аудитор в очень кратком сроке пойти в сферу, которая ему незнакома. А нужны опытные люди. Да, выявить все недостатки, которые не выявил тот человек, который там работает годами. Объяснить, доказать, написать ясно, чтобы все поняли в аудитном рапорте, да. Еще, ну, это, наверное, не всегда, но и эмоционально так приятно. Но никто не любит. Ну, да, но, скажем так, не всегда любит. И из-за этого тоже, ну, довольно трудно это делать. И еще такой немножко камень, ну, может быть, системы образования, когда мы принимаем, стараемся принять новых аудиторов, мы им такой, ну, тоже тест проверяем их знания и бухгалтерии, финансов, юриспруденции. И знаете, очень простые тесты. Это очень, ну, грустно смотреть, что абсолдменты, которые высших образований получили, ну, не могут заполнять. И очень трудно найти таких уже квалифицированных людей. Ага, если сделать тест на уровне, например, если сделать тест на уровне их первой зарплаты, чтобы он был такой же. Я хотела спросить, отступая от темы немножко, а вот вы сказали, что, может, эмоционально это довольно сложно. Известно, что раньше, там, и в советское время, и еще раньше аудиторов, ревизоров всегда встречали там накрытыми столами и так далее. Что сейчас в этой сфере? Вы вас встречали, так пытаются вас как-то накормить, задобрить, там, не знаю, какие-то подарки там приготовить? Нет, у нас очень строго такой этический. У вас понятно, а я имею в виду с той стороны. Да, 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 но у нас очень, очень это уже отговорено, и мы тоже, ну, всегда, когда и нанимаем новых кадров, с этим у нас очень трудно. Ну, кофе, может быть, и выпьет аудитор, но ничего такого, чтобы там накрытые стола, и там обедали, и не знаю, что еще там делали. Запрещено. Это просто запрещено. Не мою сцену часто видит? Меня очень удивило, вот когда я увидела на Управлении по делам гражданства и миграции на столе такую табличку, что не принимаются подарки, не надо подарить подарки служащим и так далее. Хорошо, ну вот возвращаясь, да, напомню еще раз телефоны 672-12-939 и 672-13-939. У нас в гостях госконтролер Элита Круменя. Вот опять же, если говорить о новой стратегии, вы сказали, что часть все-таки людей, ну, они не злоумышленники, они просто, вы готовы там помочь их научить работать. А как вы будете учить работать в сфере, где вы, может быть, ну, в этой сфере некомпетентны так? Вот вы сами сказали, что аудитор, он идет в любую сферу, и, ну, так сказать, знаниями он не обладает в этой сфере, да, какими-то специальными. У него свои знания, которые он должен применить конкретно под каждую. А как вы будете учить работать людей, которые там, допустим, они хотят, но они не умеют? И что значит не умеют? Сколько таких людей? Вот их много вообще, те, которые не умеют работать? Так, допустим, допустим, отметить. Конечно, очень многие вопросы, те, которые касаются финансов. У нас, конечно, есть и бухгалтера, и финансисты, что касается юриспруденции, есть юристы. Но, если у нас есть такие системные ревизии, которые касаются вот специфических вопросов, там, здравоохранения, образования и других, то, что делает латвийский государственный контроль, так же, как и другие в мире, мы берем экспертов. Мы ищем таких уже в этой сфере таких, ну, хороших профессионалов и уже приглашаем помочь нам уже такими специфическими вопросами. Как на проект, да? Ну, да. Как мы помогаем? Ну, скажу опять на примере. Мы довольно много теперь проверяем о самоправлении. И знаете, то чувство, которое у нас появилось, что, ну, в большинстве случаев, которые мы там тоже находим какое-то, ну, такое действие, просто эти действия идут по инерции. Так годами делалось, так и как-то это проходило, и даже не задумывается. Ну, и, например, мы посмотрели, что есть, ну, таких маленьких самоправлений, не знаю, одно самоправление, другое самоправление, рядом одном здании находится, не знаю, там, или зимцерок стубируясь, да, и ресурсы тратятся, ну, очень нецелесообразно. Мы это посмотрели, посчитали, показали этим самоправлением. Я говорю, да, действительно, нам же от этого идут, ну, дополнительные деньги, которые можно уже использовать. Направить в другое место. Совсем недавно, несколько дней назад, получили письмо от Гулбенского новода, да, и они сами с радостью говорят, что после той реорганизации, ну, когда они же, ну, сплотили нескольких этих уже, ну, таких бухгалтеров, которые работали в каждой отдельной местности, создали централизованную эту всю систему, у них появляется 130 тысяч евро каждый год. То есть, они их не видели, да? Да, и они это будут уже оправлять, например, на социальные… На премии. Нет, 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 они, по ихнему письмо, это было на социальную поддержку их населения. Прекрасно. И вот так мы будем делать то, что я уже коснулась, мы будем уже на своей домашней странице показывать, вот эти самые лучшие примеры. Ну, как это надо осуществлять? Давайте примем звонок, мы обещали. Человек давно звонит, да, пожалуйста, слушаем вас. Ой, сорвался. Пожалуйста, дозвонитесь в ближайший время. Вот, есть, стой, пожалуйста. Да, да, пожалуйста, говорите. Доброе утро, говорите. Добрый день, скажите, вы сказали, что будете привлекать специалистов, вот в частности в отношении Е-медицины, будете ли вы привлекать квалифицированных программистов для анализа того, что сделано по оценкам специалистов, которые я, по крайней мере, слышал, сделано все очень неквалифицированно. Про ЭВСЛИБУ, да, вы имеете в виду? Е-здоровье, да? Да, имею в виду. Да, там 11 миллионов потрачено. В решении именно программистов. Да, спасибо. Вы будете проверять Э-здоровье? Э-здоровье мы проверили где-то, по-моему, 4 года назад. А, да, когда вообще эта система там создавалась, и мы дали, и видели, ну, тут уже очень плохое состояние, и дали рекомендации, что произошло, ну, хорошее, то, что мы еще не потеряли европейские деньги, которые были в этой системе выделены. Но система, ну, в этом моменте она не работает так, как бы и хотелось, и как надо. И главное, что нет того, ну, чтобы помогло каждому из нас. Ну, кто хочет идти каждый раз за этим рецептом, это помогло бы и регистрироваться к врачу. Мы условия знаем. Да. А что делать? Ну, что делать? Ну, теперь, ну, по-моему, надо все-таки эту систему, ну, привлечь тоже экспертов, чтобы ее создать, и было и возможно использовать все эти услуги, и было, ну, это, уверенно, что наши данные там сохранности, да, но то, что надо делать в дальнейшем, конечно, стране надо учиться, как вообще такие проекты проводить. И мы дали тоже рекомендации, написали письмо президенту министров, что для таких больших проектов, это ЭВСЛ, ибо только один пример. У нас же была ЭШКО, у нас же были неудачные и большие эти закупки железных... Так, и все время это у нас не удается, мы не умеем это сделать. В конце концов, мы должны делать выводы и думать, как эти проекты осуществлять дальше. А может быть, нам тогда как-то приглашать иностранных специалистов, которые, допустим, у которых хороший опыт в этом плане, и для консультации? Ну, во-первых, что мы уже говорили, что должна, наверное, быть такая общая уже координационная группа. Может быть, это такая команда спецов, которые умеют руководить таких больших проектов, которые существуют при кабинете министров, которые нет в каждой отдельной институции, которая уже, может быть, и не может по своей профессиональности такие большие проекты проводить. Скажите, а Эржская дума недорого обходится для налогоплательщиков? Потому что у мэра большой пиар-отдел, там работают очень хорошие журналисты. Потом зам Америкс говорил, что на дороге нет денег, а вот эта барона, которым все говорят, что очень дорогая, и зачем она была нужна. Вот здесь когда будет аудит финансовой структуры Рижской думы? В Риге мы тоже обращаем большое внимание, и то, что мы будем делать в этом году, это будет очень большой аудит именно насчет того, как проводился ремонт, реконструкция всех этих дорог, потому что это, по-моему, всем очень важно, чтобы мы могли ехать по качественным дорогам и улицам. Большая тоже будет ревизия по той, ну, уже тоже прозвучавшей информации о больших, ну, непонятных, непозрачных дотациях, которые платятся разным организациям. А которые внутри находятся? Ну, внутри, не внутри, но там... Ну, они общественные, они такие, ну, Дебинаемы, Биадрибес, ну, там прозвучало уже несколько примеров. Мы там будем, конечно, смотреть не только отдельные эти, которые прозвучали в медиах, но уже этот весь вопрос пошире. И то, что мы еще делаем, мы все время выбираем какое-то предприятие, которое мы проверяем. Ну, последнее было Рига с Мэжи, которое мы проверили, так что Рига... А сейчас Рига с общественным транспортом тоже, да, будет? Ну, это Рига с общественным транспортом, который касается вот именно дорог. Что касается, ну, общественного транспорта, ну, там еще... Рига с Адексом. Рига с Адексом мы еще смотрим, как более, ну, с какой стороны, с каким фокусом на это посмотреть. А цены на билеты, они вот адекватные, неадекватные? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, не что надо... Потому что я дополню его. У нас недавно здесь был профессор по социальной политике. В общем, четверть населения Латвии живет на границе с бедностью, границе риска, в состоянии, в которых, ну, знаете, пенсии 330 евро, семьи вот на эти суммы живут. И исходя из этого, как сформировалась такая сумма на Рига с Адексом? Понятно, что там пенсионерам бесплатно, но не все пенсионеры еще. Ну, чтобы ответить на этот вопрос не эмоционально, но по фактам, конечно, надо проверять все, что включается в расходную часть, потому что тариф, он определяется по формулы. Это, ну, доходная часть, да, и делается на расходную часть. Все законно, да. Ну, формула законная, но, конечно, надо проверить правдивость каждой, вся эта информация, она, ну, не знаю, нет там ни лишних разные расходы, расходная часть, и как проводится тоже, ну, дополнение этой уже, ну, приходной части. Еще звонок, пожалуйста, надевайте наушники, слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Интересные такие комментарии госпожи Крумени, то, что насчет пустую потраченных денег нам надо делать выводы. Но я хотел бы задать вопрос госпожи Крумени, как вы считаете, будет ли кто-то делать выводы, если в результате никого не привлекают к ответственности? Спасибо. Я уже сказала, это мое такое мнение, что ответственность должна наступить. Это уже, ну, полностью строго. Что касается ответственности по эвеселии, ну, как мы знаем, этот вопрос отдан прокуратуре полиции, они рассматривают информацию, которая давалась, по-моему, сэйми, ну, особенно там гладко у них не идет, потому что, ну, как говорит полиция и прокуратуре, такое мнение, как ледарьба в криминальном законе не существует. Там должны быть что-то конкретный ущерб, да, и тогда уже что-то продвигается. Но, как я уже сказала, вопрос есть от этих инстанций, и они должны разобраться. Вот еще хотелось поговорить о результатах ревизии учреждений в сфере безопасности дорожного движения. Это вот как раз ваше заключение, что необходимо расправляться, как можно более решительно, с черными точками, так называемыми. У нас страна занимает третье место по числу погибших ДТП. ДТП. При этом радары устанавливаются, деньги собираются. Не жалею, это тоже должен госконтроль на это указать, что у нас такое огромное число аварий, и необходимо, ну, как-то перекрестки оборудовать, вот эти черные там точки. Ну, государственный контроль Латвии, как я уже сказала, мы наши ревизии делаем так, чтобы могла быть самая большая польза для жителей. И тогда, конечно, мы смотрим на такие большие системные вопросы, не там отдельные, не знаю, маленькие вопросы какой-то маленькой институции. И если говорить об этой ревизии, да, мы посмотрели всю систему, что происходит на дорогах, почему в Латвии такая ситуация, что мы на такой плохом третьем месте по этим показателям, которые, ну, во-первых, горе страшное для каждой семьи, второе, тоже ущерб народному хозяйству. И там мы видели, что, ну, есть довольно такие простые дела, которые, ну, государство могло бы делать, чтобы это предотвратить. Ну, во-первых, начиная уже такого довольно тоже простого вопроса, когда это происшествие, ну, происходит, чтобы потом уже анализировать, ну, какая причина там была, ну, не ехал там с правильной скоростью, или так, плохая дорога, или там какие-то, не знаю, там, повороты, не повороты. Очень точно надо указать протоколы, всю эту информацию. Что мы видели? Эти протоколы полиция заполняет очень неполным образом. Это уже первая информация неполна, чтобы анализировать причину. Далее, когда уже, ну, вот определяется, ну, что есть такие места в нашей стране, где год за годом, месяц за месяцом погибают люди, ну, называемые черные точки. И тогда, опять же, вопрос, когда мы принимаем вопросы, ну, как перестроить дороги, что, может быть, там, асфальт, или как еще там надо сделать. Или знаки поменять. Может быть, асфальт проложить. Да. И мы видели, что вот не существует, когда определяются приоритеты, где вот эти работы проводить, именно что надо в этих черных точек. Это тоже очень важно. Третье, ну, может быть, у нас еще нет денег, чтобы уже все эти дороги в этих местах там исправить и поправить. Но тогда, опять же, предупредим человека, поставим знак, чтобы он знал, ну, что вот в этом месте, эта черная точка, и сам уже был более осторожен. Ну, как будто, я говорю, ну, такие довольно понятные вещи, но за которыми не задумались. Да, вот вы задумывались, сколько стоит парковка в центре города. Это огромные суммы. Если ты неправильно немножечко ошибся, да, там, у тебя может штраф прийти 30 евро, и ты борись, не борись, ты все равно заплатишь. Например, рядом с нашей редакцией там человек поставил машину, спутал там код, букву или что-то, и мы выписали штраф. Какие суммы за въезд в старый город были, какие парковки, сколько в год это выходит, куда эти деньги уходят, когда, ну, в самоуправление, да, но когда мы знаем, что таксист говорит, что там в Кингараксе я отказываюсь заезжать в ваш двор, ну, мы там вызывали друзей, потому что в прошлый раз я там сломал. Вот здесь суммы-то огромные, там, то 500, 600, 700 в год, если парковка в старом городе. Ну, как я уже сказала, что мы будем смотреть этот вопрос, как эта инфраструктура в Рижском городе, которая касается дорог, ну, как все это определяется, ремонтировается, удержается, так что ревизия будет и о результатах мы сообщим. Есть звонки у нас по двум линиям. Сразу, пожалуйста, давайте попробуем принять. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У меня у вас вопрос, кроме председателя, до госконтроля. Вот такой проводился ли когда-нибудь без контроля эффективность использования служебных помещений работниками? То есть вот раньше, ну, в принципе, был норматив, что на одного работника там оптимально было бы 8-12 квадратных метров площади, да? На одного? На одного работника. Ничего себе. Да. Но, в принципе, я знаю учреждения, госучреждения, где количество площади на одного работника достигает там 50-60 квадратных метров. То есть вот с точки зрения использования средств на аренду помещений, мне кажется, вот… Да, спасибо. Проводились у вас такие исследования? Ну, есть и меньше, да? Такие не проводились, но большое спасибо за рекомендацию. Всё, собирайте вещи. Нет, ну, я действительно говорю с души, потому что у нас очень важно, чтобы всякие, ну, вот такие информации, сигналы, предложения поступили. Потому что мы же всё тоже не можем знать, ну, все-все-все такие, ну, вопросы, да. А действительно есть такой норматив 8-12 метров на одного работника? Ну, надо проверить. Да, скажите, ну, а когда же мы вот узнаем, к концу этого года будут такие же премии раздаваться в Министерстве иностранных дел, да, когда вот… Не только. Ну, вам тоже, вы уже это пояснили, что у вас были премии не всем, но доплаты тем, кто замещали, те, кто болели, или те, кто… Вообще вот этот порядок премий, который каждый год шокирует общественность, да, он справедлив или нет в наших госучреждениях и муниципальных, может быть, тоже? Я считаю, что эту систему, которая вообще, ну, существует нашим веном, это с атлетием с леком, она должна строго пересмотреться. То, что сейчас происходит, ну, государственная канцелярия пытается это делать, но я не знаю, с каким результатом это закончится. Но то, что я говорила, ну, по моему мнению, такая мотивирующая часть, ну, в каком-то размере, она должна быть, но только тогда, только тогда, когда, ну, вот есть за что, как вы сказали. И главное, чтобы еще, по-моему, важно, чтобы и за что это действительно было важно для общества. Ну, тоже скажу, ну, какой-то пример, ну, хотя бы тоже здравоохранение. Я думаю, что результат не может быть, ну, только сколько там пациентов обслужил, но я бы хотела, что этот результат, который достигается, было здоровье людей, да, чтобы это после лечения, ну, было-было какое-то продвижение или, ну, продолжительность жизни, или уже, ну, там нет компликаций после лечения и так далее. Если есть такие результаты, ну, и тогда в самых лучших, ну, это мотивация системы, она может быть, но она не должна быть такая, какая она есть сейчас. Когда, например, доплаты за качество и вклад выплачивается, ну, почти всем работникам. Ну, просто всем, да, да, да. И вчера, вчера я слышала, что еще идет дальше, да, человек только начинает работать, он вообще не проработал, сразу ему устанавливается эта доплата 30% за качество и вклад работы этой институции. Какой клад ему вообще может быть, если он там не проработал, ничего еще не доказал? Может быть, таким образом пытаются как-то компенсировать низкие зарплаты все-таки? Опять же, ну, тогда посмотрим действительно, как ли они низкие и действительно, как эта информация, ну, правдоподобна, когда говорится, что в тех работниках, которые выше этого эталона, очень-очень низкие сравнения по частным секторам. Я вчера тоже участвовала в таком разговоре в медиах вместе уже с предприятиями, и тогда надо давать исходные данные, с какими предприятиями, на каком уровне мы это сравнивали, потому что, ну, я не думаю, что очень многие из, ну, государственных чиновников могли бы претендовать на те зарплаты, которые есть уже руководителем очень больших международных, например, предприятий. Скажите, вот столетие Латвии, уже собирается нами тут информация о том, что огромные расходы идут на это. Ну, как будто вот там других проблем нет, закрыли глаза, главное отпраздновать, как называется, красим фасад, а в доме трубы протекают. А госконтроль будет проверять, кстати, расходы на… Госконтроль будет проверять, это мы уже сообщаем заранее, мы уже включили в наши финансовые ревизии, что мы будем смотреть во всех институциях, которые будут проводить какие-то мероприятия. Это тоже такой сигнал всем, что мы будем и смотреть, информировать общество, потому что это тоже… Ну, давайте нас первыми. Да, да. Ну, что касается вообще празднователей, праздник, ну, я думаю, что праздник, праздновать всегда надо, но всегда очень важно, чтобы это, ну, не было что-то, ну, не знаю, чересчур. Можно и отпраздновать, как мы все знаем дома, ну, и так мило, но… Ну, посредством, скажем так, посредством. Да, посредством, да, действительно посредством. Не надо влезать в какие-то долги огромные, чтобы отличить всё. Потому что, ну, не хочется тоже, чтобы, скажем, вот так, этим праздником прикрывались какие-то растраты, которые, ну, совершенно не нужны. Вот потому что это святое, столетие, и поэтому мы должны… Ну, просто цифры. Да, и любой, кто там скажет против что-то, он тут же враг народа, что как это ты можешь, у нас же столетие. Просто психологически такое действует на голову, когда отсчитывается время до столетия, то есть осталось 300 дней, потом 200, потом 100, как будто не будет 101 года. Это же не ракета улетает в космос. Главное – это так отпраздновать, чтобы на 101 год хватило. Ну, да, я думаю, если деньги тоже влогаются, я бы хотела, чтобы они были такие долгосрочные, чтобы это не было какие-то, ну, не знаю, чтобы это как-то нам помогло всем потом и жить лучше. И это вообще такое мышление о долгосрочности. Было очень важно, когда мы смотрели, как формируется бюджет наш вообще государственный, но это как-то тоже этот вопрос идет вместе. И мы считаем, что это тоже, ну, даже немножко, но это мышление там не хватает. Ну, например, один, а только пример, ну, какой у нас государственный долг? Он большой, да? Это, по-моему, 11 миллиардов. Это получается на каждого из нас работающего где-то 11 тысяч евро. Если мы будем продолжать, ну, таким же образом, бюджет ежегодный с дефицитом, должны занимать, да, ну, тогда скоро этот долг на наших детей, правнукам возрастет и возрастет. И это опять же, ну, я всегда веду параллелью с нашим личным кошельком. Ну, мы же все-таки, ну, стараемся, ну, не оставлять, не заниматься там страшные деньги, чтобы наши дети там как-то, не знаю, уже расплатились, да? Ответственность, долгосрочное мышление. Скажите, вы за своей начальницей, за бывшей своей начальницей наблюдаете? Вот сейчас закончилась дело, комиссия по делу олигархов, и как вы со стороны можете оценить эту работу? Знаете, то, что я делаю, я не комментирую ни одного политика, потому что государственный контроль, независимая организация и строгая задача следить за тем, как оно распределяется и используется государственное средство. Я не буду делать комментарии ни о одном политике. Ну, вот вы в процессе недавней ревизии комментировали, что в процессе разработки бюджета не хватает активной роли премьера и президента, да? Вот что вы имели в виду? Как он должен вмешаться в составление бюджета, чтобы его активная роль проявилась? Участие. Ответственность Кабинета министров по составлению бюджета очень важна. Он отвечает за все процессы, отвечает за то, что это был долгосрочный бюджет, отвечает за то, чтобы Сейм получил качественный бюджет. Ну, только приведу пример, несколько таких замечаний, которые мы бы хотели уже такую более активную роль. Во-первых, это уже, что я сказала насчет этих больших инвестиционных проектов, которые нам в государстве не идут. Я считаю, что мы должны прекратить эту черту неудачи. Второе, которое мы тоже бы хотели более активную деятельность, это пересмотр расходных позиций. Потому что, ну, опять же, если мы посмотрим на свой частный кошелек, нужды каждый год меняются. То нам, например, ребенок маленький, одни нужды, да? Он возрастает, идет в школу, другие нужды. И те, которые, ну, были там три года назад, мы же вычеркаем, и надо новые. Что происходит в государственном бюджете? Подход же должен быть такой же. Мир меняется, приоритеты меняются, задачи меняются. То, что уже не важно для государства, те функции, они должны отбрасываться. И это тоже включает и деньги, которые уходят, потому что все время, каждый год идут новые задачи, новые приоритеты. И это... Политики те же самые. Да, но то, что происходит, да, но это нет очень большого, но такого желания к министерствам и другим институциям, ну, сказать уже, это функции мне нет, денег, ну, конечно, для этого мне тоже больше не надо. И там их очень активной роли и премьера, потому что, когда вот в прошлом году пересматривался бюджет, ну, там было довольно мягкое такое отношение к министрам, позициям, да. Да, может быть, эта функция и там не особо нужна, но хорошо, оставим деньги, ну, там пусть будет. Вот. Все, у нас время стекло. А, я хотел еще восемь вопросов задать. Восемь. Может быть, еще один не успеем задать слушатель. Пожалуйста, давайте напоследок дадим такую возможность. Если можно, коротко, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Знаете, я не очень впечатлен перспективами изменения вообще в лучшую сторону вот контроля за расходованием народных средств и вообще неотвратимости наказания за допущенные нарушения. У меня вопрос такой. Вы знаете, вот почему нет на местах, я имею в виду в отраслях, в министерствах, крупных предприятиях, да, контрольно-ревизионных управлений, которые бы подчинялись бы вам. Они должны отвечать за все эти безобразия, которые происходят на местах, а не вы где-то там из недр, я не знаю, вы подчиняетесь, наверное, министерству финансов функционально, да. То есть этот контроль должен вообще-то проводиться на местах ежечасно, ежедневно, ежегодно. И те люди, которые отвечают за это, должны подчиняться вам или, не знаю, непосредственно закону. Вот почему этого не происходит? Тогда можно было, извините, и вот в министерстве хранения найти виноватых и в других местах. Да, спасибо, мы поняли вопрос, у нас мало времени, еще надо ответить. Коротко, пожалуйста. Да, ну мы, во-первых, не подчиняемся министерству финансов, полностью независимой организации, но чтобы еще, не знаю, поставить в каждой институции, не знаю, никакого надзорника, ну, во-первых, я бы хотела сказать, что каждый руководитель по закону уже ответственный. Он должен создать, ну, он отвечает по закону, чтобы эта институция работала эффективно и законно, да. И он должен создать эту внутреннюю систему, он может привлечь внутреннего аудитора, чтобы следил этот аудитор, чтобы эта система работала правильно. Ну, система такова сейчас. Спасибо большое. У нас в гостях была госконтролер Элита Крумени. Удачи вам, до свидания.